Итак, российское наступление продолжается, несмотря на чудовищные, абсолютно немыслимые совершенно потери, вот в частности, были опубликованы списки потерь 109-го стрелкового полка, он был сформирован в так называемой ДНР, в Горловке, если я не ошибаюсь, из жителей оккупированных территорий, это было во время мобилизации перед вторжением, потом у него там несколько раз, видимо, сменился состав, короче говоря, за три недели полк потерял 200 человек пропавшими без вести только на Торецком направлении, он там сейчас воюет, 200 только пропавших без вести, не считая убитых, не считая раненых, не считая попавших в плен, 200 пропавших без вести, это целая рота просто испарилась буквально, это фантастические совершенно потери, Украинцев тоже есть потери, тоже приличные, потому что, надо сказать, интенсивность боевых действий очень высокая и протяженность фронта все та же буквально, она мало чем изменилась, да, буквально вот от левобережья Днепра в районе Херсона, оттуда, правда, эвакуированы украинские плацдармы, там бои сейчас идут на островах, до, собственно, вот Харьковской области, район Волчанска и предместия Харькова, то есть протяженность гигантская, интенсивность огромная, наступление идет по всей линии фронта, по-прежнему российское командование странным образом пренебрегает вот главнейшим принципом военной стратегии, это принцип концентрации сил, определяют направление нужное, концентрируют там силы, прорывают фронт и дальше пошли-пошли, но вот они все равно давят буквально на всех участках, в чем смысл непонятен, есть ли у этого какая-то задумка, либо просто местные начальники военные хотят вот выделиться, вот у меня есть продвижение, а я там такое-то село захватил, а я вот такой-то хутор занял и так далее, трудно сказать, пока этому трудно найти какое-то объяснение, короче говоря, наступление продолжается, бои идут и вот сейчас пройдемся, собственно, по направлению. В Харьковской области продолжаются вот тяжелые бои в Волчанске или в районе Волчанска, так можно сказать, пополам город разделен примерно, половину контролируют украинцы, половину контролируют россияне, на другом участке в Харьковской области, это вот как бы, скажем, недалеко от Харькова там тоже идут бои, в целом украинцам удалось стабилизировать там линию фронта, остановить продвижение российских войск, они перешли к контрнаступательным действиям, потеснили россиян, но пока выдавить их за линию границы не могут, в целом у них там обстановка контролируемая и нормальная, туда были переброшены резервы, в частности, туда были переброшены вот этот полк беспилотных систем Мадиара, который воевал до этого, поддерживал плацдармы в Крымках, как раз на левой бережи Днепра, точнее он находился на правом берегу, поддерживал на левом берегу, соответственно, это такая очень такое опытное и серьезное подразделение, они наносят удары в том числе и в Белгородской области, вот по подходящим российским резервам, в общем ситуация там стабильная, но пока у украинцев не получается, как вот планировало, видимо, украинское командование, отбросить российские войска за линию границы, потери там в некоторых российских подразделениях достигли 90 с лишним процентов состава, ну то есть подразделения не просто небоеспособные, а практически уничтожены, украинцы тоже понесли тяжелые потери на первом этапе вот этого наступления, по всей видимости российское командование имело своей целью прорваться оттуда к Купинску, но это не получилось, продвижение остановлено, противника теснят, но пока вытеснить за линию границы не могут. Если мы сдвинемся как бы южнее, да, вот это Купинско-Лиманское, скажем, направление, или фронт в районе Купинско-Лиманско, россияне там рвутся к Купинску, причем пытаются обойти его с фланга, в частности вот получается это южный фланг этого направления, в районе села Песчаная они продвинулись, там тоже образовался такой язык, вот таких вот вклинений, кстати, в украинскую оборону стало очень много, такие вот языки, вдающиеся вглубь украинского фронта, не особо-то вглубь, там как правило это несколько километров, они с одной стороны это дело для наступающего хорошее, то есть создает некий плацдарм для продвижения, с другой стороны вот эта узость прорыва всегда создает опасность, что противник, что ВСУ подсечет фланги и может образоваться там такой котел, или мини-котел, но пока по всей видимости украинцам катастрофически не хватает резервов, линию фронта огромную нужно держать, людей мало, соединения все там заняты в боях и так далее, в тылу только идет формирование новых бригад и поэтому вот эти вклинения пока срезать не получается, хотя конечно при первой же возможности, я так полагаю, украинское командование это сделает. Если дальше сдвинуться по карте, там в районе села Заречное или Заречное, я прошу прощения, если неправильно произношу топонимы на украинском языке, там тоже россияне продвигаются в сторону Лимана, но судя по всему задача-то у них там не Лиман, а Северск, там есть так называемый Северский выступ, который вдается глубоко вот в российскую оборону и вот несколько уже месяцев россияне ведут активные действия на этом направлении, пытаются срезать этот Северский выступ, там идут тяжелые бои, по всей окружности вот этой Северской дуги они наступают из южного и северного фланга, все время пытаясь вот как бы, у них вообще тактика такая, насколько я это понял, война, главное в войне, вообще главные инструменты войны это огонь и маневр, давим противника огнем, активно маневрируем, поскольку активных маневров тут не особо-то замечено, да, с их дефицитом бронетехники и с невозможностью использовать большие массы бронетехники особо не поманеврируешь, они действуют либо тупым навалом в лоб, вот давят и давят массой, пока у украинцев не кончатся там люди и патроны, либо пытаются обойти на флангах и создать угрозу окружения, это было в свое время довольно успешно опробовано при штурме Северодонецка и Лисичанска, сработало это не в Северодонецке, а в Лисичанске, так вот, создавая угрозу окружения, заставляют украинцев отходить, таким образом передвигают линию фронта, передвигают серую зону, двигаются дальше и вот так это происходит. В районе города Часов-Яр тоже продолжаются тяжелые бои, россияне, судя по всему, вот пытались штурмовать город в лоб, но им мешает канал Северский Донец-Донбасс, они захватили микрорайон канал, который был на его, соответственно, левом берегу, сейчас пытаются перейти на правый, но там проблема, там многоэтажная застройка, очень такая пригодная для обороны, преимущество украинцев по высоте, в общем, тяжело им туда пробиваться и, судя по всему, они предприняли обход севернее через Калиновку, они пытаются, опять же, наступать на флангах для того, чтобы охватить Часов-Яр. За Часовым-Яром, я напомню, там неподалеку проходит дорога Покровск-Константиновка, очень важная такая артерия снабжения ВСУ, если удастся ее перерезать, тогда у украинцев будут большие проблемы в этом районе, то есть вообще, в принципе, по-прежнему замысел, видимо, прорисовывается все тот же, выйти на административные границы Донецкой области, да, и вот как бы их, в кавычках, разумеется, освободить те территории, которые они так лихо записали в свою Конституцию. Вот это, видимо, ближайшая задача. А там дальше будет видно, потому что у них горизонт планирования вряд ли там сильно большой. Кроме того, захват Часового-Яра даст им возможность, как бы, в будущем, не сейчас, но в будущем приступить к штурму славянско-краматорской агломерации. Это самый большой крепрайон ВСУ, там действительно, с 2014 года буквально создавали и строили и так далее. Проблема в людях, кто будет защищать? Проблема вот в людях, все тот же, но об этом мы поговорим чуть позже. Но самые лучшие линии обороны не удержишь, если у тебя нет людей и техники. Поэтому вот украинскому командованию, вообще украинскому руководству имеет смысл на это обратить внимание. Если сместиться еще дальше по карте, там Торецкая агломерация, которую тоже пытаются охватить с двух сторон. Неожиданно вот россияне продвинулись в районе Нью-Йорка. Там тоже образовался все тот же вот такой вот язык. Клинение в украинскую оборону. Но, возможно, украинцы попытаются его срезать, но пока для этого, видимо, не хватает резервов. Цель та же, захват Торецка и опять же выход, только получается, южнее к Славянску и Краматорску и перерезание все тех же трасс снабжений. То есть плюс-минус замысел очевиден. Захват вот этого предполья Славянско-Краматорской агломерации, перерезание путей снабжения, передвигание линии фронта вплотную к Славянску и Краматорску. А там, может, зимой приступим к их штурму. Вот что-нибудь вот в этом роде. Проблема заключается, помимо всего прочего, в том, вот украинцы сейчас на Авдеевском направлении, вот заочеретенно, да, перешли на очередную линию обороны. Они довольно долго держались вот буквально в чистом поле для того, чтобы дооборудовать эту линию. Ее дооборудовали, перешли на нее. Но россияне активно сейчас используют авиацию вот с этими вот планирующими бомбами. Это большая проблема тоже. Не парализовав или там не нейтрализовав действия авиации, тяжело держаться даже в долговременных укреплениях. Потому что начали применять уже ФАБы 3000. Это такая бомба, такая дура, которая снесет любое укрепление буквально. Поэтому вот украинцам срочно нужно что-то сделать, что-то предпринять для нейтрализации авиации российской. Прежде всего тактической фронтовой, которая применяет вот эти вот бомбы. И которые не дают украинцам буквально ни за что зацепиться. Сносят там все эти укрепления со страшной силой. Поэтому, ну, в связи с этим украинское командование вот наносит удары беспилотниками по аэродромам. Ну, об ударах скажем чуть позже. Если идти дальше, там Новомихайловка тоже есть продвижение. Украина, судя по всему, имеет целью своей с севера зайти на Углидар. Углидар это такой важный опорный столб всей украинской обороны. Южного как бы фаса украинской обороны на Донбассе. Вот если Углидар падет, то это создаст украинцам тоже довольно серьезные проблемы. Но дальше, если идти уже в Запорожье, там идут бои вот на этом Работинском так называемом выступе. Идут бои за село Урожайное. Идут бои за другие населенные пункты. За ту территорию, которую украинцы освободили в ходе своего наступления. Не очень большую, но тем не менее. И вот россияне пытаются эту территорию вернуть, захватить вновь. Дальше там уже вот начинается южный как бы, южный участок фронта. Это плацдарм с крынок эвакуирован. Был эвакуирован. Морская пехота украинская оттуда эвакуировалась. И в общем и целом уже смысла держать его, наверное, никакого не было. Были потери. Особо там ничего не сделаешь. Наверное, этот плацдарм связывал большие силы россиян. Не знаю точно, какие именно. Но в целом уже гробить там людей в условиях постоянных ударов авиации, беспилотников, артиллерии. И снабжение плацдармов катерами через Днепр. Это все было крайне сложно. И, наверное, уже никакого смысла не имело. Ни стратегического, ни тактического. Поэтому вот украинское командование приняло решение плацдармы эвакуировать. Бои там периодически идут на островах. Вот как бы вот на самом Днепре есть острова между правым и левым берегом. Там периодически высаживаются группы украинские, группы российские. Ведут там бои, бомбежки, обстрелы, беспилотники. В общем, такие действия больше, надо сказать, беспокоящие. Вот приблизительно такая ситуация. Еще раз говорю, проблема заключается в людях. Эту проблему испытывают обе стороны. У украинцев проблема в формировании новых бригад. Сейчас, правда, вот, судя по всему, удалось набрать людей порядка, видимо, 70-80 тысяч человек, если идет формирование 10 новых бригад. Проблема в вооружении. Запад поставляет вооружение очень небыстро, я бы сказал, дозировано и медленно. И проблема с комплектацией этих бригад именно вот техникой для того, чтобы создать из них полноценные боевые соединения. Кроме того, людям нужно пройти хоть какие-то, ну, тренировки. Иначе вот так вот их необстрелянными посылать на фронт, это просто угробить. У россиян проблема, судя по всему, тоже с формированием новых соединений и набором людей. И ключевым свидетельством того, что это проблема, это резкое увеличение выплат. Единовременный выплат. Вот так называемая единовременная региональная выплата за подписание контракта. В Москве она достигла уже 2 миллионов рублей. Ну, это, я так понимаю, примерно 19, наверное, 20 тысяч долларов. Столько не платят даже в американской армии. Вообще ни в какой армии столько не платят за подписание контракта буквально. То есть проблема-то заключается в чем? Ответственность на губернаторах. На Сахалине, например, миллион рублей она составляет. Там есть такой приличный разброс. В Краснодарском крае миллион шестьсот пятьдесят. Там полтора миллиона в некоторых регионах. Но везде-везде-везде она постоянно-постоянно-постоянно увеличивается. Причем она резко увеличилась за несколько месяцев последних. То есть ответственность на губернаторах. Вынь да положь. Обеспечь план. Столько-то контрактников. Иначе вот голова с плеч в отставку. А то и сядешь еще к тому же. Поэтому они готовы платить сколько угодно. Плюс эти вот ежемесячные выплаты. Там речь идет о каких-то несусветных совершенно триллионах. Которые потратили на выплаты военнослужащим и семьям погибших. И там покалеченным разным раненым и так далее и тому подобное. И таким образом получается деньги-то эти изымаются откуда-то. Они же изымаются откуда? Из социальной сферы прежде всего. Из благоустройства. Из вот таких вот вещей. Регионы никогда богато там не жили, отродясь в России. Все время там на подачках из Москвы на этих трансфертах так называемых существовали. Но теперь-то приходится все эти деньги тратить вот на выплату контрактникам. Чтобы только обеспечить какой-то приток живой силы. Судя по всему этого притока хватает, чтобы пополнять потери. Но для того, чтобы сформировать, скажем, второй эшелон стратегические резервы. Для того, чтобы где-то развить прорыв. Вот этого вот у них не получается. На это накладывается сильнейший дефицит боевой техники. Он есть и у украинцев. Потому что поставки с запада идут медленно и не в таких больших количествах. И у россиян. Потому что очень сильно подвычерпаны склады. Точнее, не подвычерпаны. Там уже конкретно ложечка-то скребет по дну. Потому что у меня есть один знакомый. Я не буду говорить, на каком конкретно он работает. Но он работает на танкоремонтном заводе. Вот он мне там периодически пишет. Так вот, он говорил о том, что если полгода назад еще к ним привозили технику с баз хранения в приличном относительно состоянии на ее восстановление и модернизацию. Ну, модернизация это довести ее до того уровня, чтобы она могла ездить стрелять. Все буквально. Так вот, если технику привозили в более-менее нормальном состоянии, то сейчас ее привозят уже просто груды металлолома. И приходится там эти танки и бронемашины строить буквально заново. Кроме корпуса ничего и нет толком. И поэтому на это уходит гораздо больше времени. Начальство требует план. Завод работает круглосуточно. 24 на 7 на 365. И все равно не успевают пополнять потери. Настолько они велики в бронетехнике. Я имею в виду. Ну, что касается ударов. Вот этот обмен ударами продолжается. Россияне наносят удары по городам. Вот Харьков буквально накануне подвергся ракетному удару. Периодически, ну там все приграничье обстреливают постоянно. Точнее, вот линию соприкосновения. Тот же Северск сейчас подвергается очень сильным ударам. В том числе и ракетно-бомбовым. Украинцы в свою очередь атакуют объекты на территории России. Не имея разрешения на применение западного оружия. Они делают это беспилотниками. Вот атаковали заводы в Туапсе, атаковали военные аэродромы, атакуют базы хранения. Точнее, базы снабжения. Вот так вот будет правильно сказать. Потому что базы хранения там находятся. Бог знает где там за Уралом. Их там сильно не атакуешь. Да и смысла нет такую базу атаковать. Там стоит этот хлам. С ним ничего не сделаешь. Поэтому атакуют те объекты, которые способны как-то повлиять на экономику войны. И на снабжение воюющей армии. Вот это еще как-то может оказать какое-то воздействие. Плюс вот атаковали паромную переправу в порту Кавказ. Это все служит для снабжения Крыма. И возможно это как-то повлияет на снабжение группировки в Крыму. Но надо сказать, что Крым сейчас в данном случае не так и важен. Поскольку снабжение уже, снабжение раньше воюющей армии, скажем на запорожском направлении, шло через Крым только. То есть сейчас они построили железную дорогу от Ростова и снабжают ее вот таким вот образом. Поэтому там особо Крым в этом снабжении роли особой не играет. Но тем не менее там много военных объектов. Там авиация, там ракеты, там флот. И ну флот там почти не осталось. Он почти весь оттуда выведен в район Новороссийской. Частично уже даже в Абхазию начали перебазировать. Благодаря вот действиям этих украинских надводных дронов и так далее. В общем, короче говоря, война продолжается. Есть проблема с живой силой и техникой у обеих сторон. У россиян есть продвижение. Медленные, маленькие. Используется, как вот говорит наш военный аналитик Давид Шарт, тактика солями. То есть нарезают фронт вот такими маленькими кусочками. Есть мнение у многих экспертов, аналитиков, что Россия способна вести активные боевые действия до конца этого года. С учетом наличия запасов техники, там людей и так далее. Без объявления мобилизации имеется в виду. Но тут мы загадывать не будем. Доживем до конца года, там посмотрим. Ну и будем, конечно, следить за этими вещами. Это все важно, потому что это война. Там много людей погибает. Там Украина обороняется от совершенно чудовищной, ничем не спровоцированной агрессии. Поэтому мы про эту войну ни в коем случае забывать не будем. Мы будем о ней еще много говорить.